именем нерусского народа российской федерации мы с тобой националист русского национализма практически не существовало на нас пятнадцатом году откатали тот механизм которым потом проехали всех либералов самый дорогой русский марш то самый главный националист навальный путин всем привет дорогие друзья меня зовут александр самохин это канал тим вайс и сегодня я на удивление нахожусь в россии в москве для того чтобы встретиться со своим со своим давним знакомым и даже партийным шефом дмитрием николаевичем демушкиным русским националистам и человеком которого неоднократно закидывали в список экстремистов вот запрещали движение который он создавал дим как ты себя ощущаешь данный момент в россии ну как и все если имеется ввиду репрессивный механизм опасаюсь ли я любой нормальный человек вне сомнения опасаюсь боюсь слова неправильно и в данном моменте но конечно опасаюсь и думаю об этом тем более что я этот путь уже проходил дело в том что мы с тобой последний раз виделись лично на твоем суде если ты помнишь куда меня очень активно пытались так сказать делегировать сотрудники сам понимаешь какого ведомства очень хотели чтобы я про тебя каких-то плохих вещей наговорил ну если ты помнишь вроде ничего негативного по тебя не говорил как ты вообще после своего заключения сколько прошло времени и легко ли ты влился в нормальную гражданскую жизнь но судили меня за картинку в интернете если ты помнишь опять же да то есть обвинение заключалась в картинке за русскую власть которую власти согласовывали в лице 10 метрового баннера у нас в течение восьми лет из-за нее собственно осудили поэтому свидетелей у меня на суде было много но по существу вопроса они ничего особо следствию пояснить не могли связи с тем что я сам не отрицал размещение этой картинки то что она есть и линия защиты не строилась на том чтобы доказать что этого баннера там не было этой картинки мы не размещали причем фотографию это сделала сотрудница официального телеканала твц и она же в суде признала что она ее мне и прислала после того как ее сделала по согласованию поэтому она ее произвела как бы этот экстремистский контент выходила но это я уже опубликовал его изменения вне сомнений произошли у меня и в личной жизни и ну лагер меня не в обычной поместили а тоже там где воспитательный я же еще и сидел необычно могли ну а что перевоспитать вот у нас любая колония написано создано для перевоспитания исправления осужденного которого нельзя исправить в условиях свободы но так как меня обвиняли за картинку за русскую власть где по мнению чувашских экспертов дословно цитирую излишнее восхваление русского народа повлекло ущемление у граждан по принципу не русские ну что именно они хотели перераспитать во мне что в россии не русская власть да ради бога ну пусть будет так как они считают поэтому здесь момент был скорее вот такой давление даже мем вследствие этого появилась ну ладно россии не русскую власть вам ты даже его выкладывал типа ну вот хоть так вот не ну по с точки зрения следствия суда видимо это так потому что факт наличия русской власти в россии отрицался причем при этой русской власти которая заявлялась никакие другие национальности не ущемлялись и не упоминались группа граждан по принципу не русские были созданы исключительно как противопоставление следствием то есть что кто такие не русские они на суде не расшифровали то есть кого именно задели потерпевшей стороной была признана российская федерация дефактор потерпел за нашу родину родина да была у них в терпил и записано на самом деле понятно что родина ничего с этого не терпела даже экстремистский лозунг которая сегодня экстремистский который даже русские националисты не употребляли и с огромными оговорками его принимали это не все россия русскую власть согласно в целом у исследование разделяла 55 процентов населения задается тогда следующий вопрос каким именем народа ведь суд у нас всегда вершит суд от имени народа вот каким именем они взаимы такое залили давить именем не русского народа российской федерации чем политические дела вот фундаментально отличаются от не политических дел от обычных на ну помимо того что конечно и в обычных дел делах может быть политический контекст но тем не менее сама статья отличается четко то что убивать плохо знает каждый воровать плохо насиловать плохо грабить плохо и подсудимые не спорят о том что плохо это или хорошо подсудимые спорят о том виновны они или нет или о степени своего участия насколько политических делах такого однозначного обозначения нет политических делах нету вот ты поезжаешь там в сизо тебя спрашивают за что тебя посадили ты говоришь ну там картинка за русскую власть тебя смотрит не может быть такого смотрит смотрит материал уголовного дела и говорит ну как так но все опер часть врачи заключенные сотрудники колонии тюрьмы и двух тюрем в которых я был все грели что этого не может быть даже конвой который меня сопровождал все потом открывали приговор читали и грели аж у нас за это уже тоже сажают есть я правильно понимаю чувствовал какое-то снисхождение сочувствия со стороны удивления прям система в син работает независимо от того это исполнительный орган который исполняет решение суда они не но у них немножечко ломается мышление да я понимаю них у них у них есть абсолютно понятный туннель то есть кто ты во первых что ты негодяй это понятно ты здесь с этим они однозначно согласны были то что ты негодяй они должны были не виновных здесь нет ну правильно там да там если ты приехала решение суда есть значит и негодяй но для них негодяй конечно он значил какое-то действие здесь они в этом что-то негодяй сомневались но это ни на что не влияло а следующий туннель у них шоу это кто ты будешь в местах лишения свободы будешь ты создавать проблемы будешь там отрицать тюремный режим кричать а уедом запрещенные ныне да или будешь ты обычным там заключенным который будет все исполнять вот я тоже в этот туннель не входил я поехал с тремя профучетами нападение на сотрудников правильных органов склонен к астемизму терроризму дезорганизация исправительные учреждения то есть с точки зрения всего машины в сина я был злоснейший же нарушитель который представлял ну по их мнению вот это тюремное сообщество негативная черный ход ауе и так далее но когда они поняли что у меня этого нету что я не отрицаю там работа режим там и так далее у них 2 штупор был то есть мало что политический еще и весь злостник а на самом деле не злостник то есть точки зрения в сина не какие там тюремные порядки не рушит ну с их позиции и они второй раз у них был штупор но опять же это в беседах но это же ничего не отменяет смотри я сначала попал спецблок матросской тишины где сидел в отдельном спецблоке самыми опасными людьми россии я сидел с плевом лидером арабской группировки я сидел с людьми которые взорвали питерское метро я сидел с бандой gta которых потом расстреляли я сидел с последним фигурантом дело норд-оста из 40 человек 19 были террористы с кем мы пребывали компании конечно достойных людей в кавычках при том что особый контроль из 40 людей был у четверых и у меня в том числе далее меня привезли в сезон номер один сразу же я попал в карцер не имея ни одного взыскания что после выплыла в документах потому что когда меня вез конвой на стяжке в поезде у меня были отбиты от бока вагона я привязаны был на стяжке бока рук я зашел у меня все черное было руки меня не принимала сизо и после того как я готов был написать бумагу что я не имею претензий к сизо они приняли меня у конвоя и когда это все написали выяснилось ну под диктовку там оперативного сотрудника написал что 25 раз упал в помещении карцера где находился и в результате нанес себе синий кольцо когда все-таки в россии настанет то время и архивы можно будет все обнародовать тебе нужно эту справку будет обнародовать есть у тебя конечно ведь по каждой такой бумаги прокуратура автоматом проводит проверку результат этой проверки пришел уже на мою колонию когда тебя пытают и насилуют там избивают очень часто ты не можешь это доказать но по каким-то для тебя несущественным вещам система сама вынуждена проводить проверки наказывать людей хотя вот в этом случае как раз тебе это особо не волновало давай немножечко отмотаем назад и как мы с тобой за кадром договорились это будет не история про твою биографию да это будет история про все-таки движение бытует мнение что мы выступали некой силы которая была союзником государства на протяжении достаточно долгого времени нас обвиняют русских националистов в охранительстве давай вот на твое по твоему восприятию есть ли был то был ли такой период когда мы действительно что называется шли рука об руку но это не выдерживает критики хотя бы потому что русские националисты это была первая прессируемая группа в россии славянский союз это была первая организация которая была запрещена в гражданском суде 2010 году 2011 было запрещено движение против нелегальной миграции и далее все история организованного националистического движения организационной формы все подвергались репрессиям по исследованию как лидер то это вот некий шлейф от событий в 90-х да когда националисты были субкультурным движением которое там кого-то условно говоря избивали хоть хотя здесь справедливости ради я хочу сказать что это были не националисты обычные субкультурщики и они к политическому национализму не имели никакого отношения давай сразу скажем что как такового вот в субъектности политического русского национализма практически не существовало политических парти в органах власти и выборах национализм не участвовало родину не было антилической парке конечно нет но если мы родину будем считать националистической партии таковое на конечно же не является женерiu с ки местами больше являлся националистом чем Родина. Но если их считать, то да. Но националистов, партии националистов не было никогда. Но ты считаешь, что должна была быть приставка, вот партия националистов? Нет, смотри. Вот субкультура это одно. Да, это молодежное течение, основанное на моде, частичной идеологии, одежде, форме поведения и так далее. Это мы не берем. Так же, как панки, металлисты и так далее. Далее, формы организационных и общественных движений, вытолкнутые в уличную сферу. Уличный национализм существовал так же, как несистемная оппозиция до недавнего времени. Вот в этом формате он существовал. Общественно-политические движения, объединения были. Но политического представительства, участия в выборах, именно как политическая партия, а это единственный элемент возможной участия сегодня в политической жизни и борьбы за власть. Понимаешь, если политическая... Но сейчас уже никакой политической борьбы сейчас не существует. Так вот, если ты не ставишь целью приход к власти, то ты не занимаешься политикой, де-факто. Потому что любое политическое движение должно ставить целью преобразования в политическую партию. То есть я правильно понимаю, что за всю историю современной России ни разу не появлялась достаточно большая группа людей, которая оформлялась в политическую партию, политическую партию, и которая ставила своей целью бороться за власть. Националисты были самой большой группой в России. Была попытка Баркашова в свое время в Спасе поучаствовать властью, они были не допущены выборов. Были попытки регистрации партии националистов, национально-демократической партии Тора Крылова. Две попытки были. А Бабурин, смотри, у него партия до сих пор существует. Бабурин не позиционировал себя никогда русским националистом. Подожди, но есть же знаменитая газетка, где вы там с ним вот в римском рукопожатии, что типа в России скоро появится националистическая партия. В 2000 году мы создавали с Сергеем Николаевичем Бабурином националистическую партию. Прошло 23 года, кстати, на секундочку. Мы создавали партию, но потом они от этого вектора отошли. И русских националистов из списка убрали. То есть смотри, я правильно понимаю, то, что существовал большой пул людей, которые хотели организовать националистическую партию. Но во все времена ей что-то... Совет властей. А соответственно, говорит о том... То есть смотри, то есть даже в 2011 году, когда произошла либерализация партийного законодательства... Да, 500 человек, мы не могли зарегистрировать партию всего-навсего. А ты считаешь, что это именно государство поставило палки в колеса, а не националисты, что называется, упустили возможность? Слушайте, ну смотрите, объединение русские, как бы к нему ни относилось, 500 человек-то без проблем имело бы и зарегистрировало три партии бы, хоть сходу. Понятное дело, что зарегистрировать партию не было проблемой технической, проблема была политическая. Почему русских националистов могли до этого какое-то время упрекать, ну, не то, что они с властью, это неправильно, а то, что они не борются с властью, потому что действительно, если взять националистическую повестку 2000-х, мы никогда не бегали с плакатиками «Долой Путина», у нас была своя повестка. Ну, справедливости ради, ты даже в свое время выступал против оранжизма. Опять же, оранжизма, я выступал против тогдашних антифашистов. Тогдашние антифашисты моего поколения, это были люди, которые писали на меня заявления и требовали привлечь меня под весь 82-й статье. Многие сейчас, кто находится в эмиграции со стороны либеральной, назовем это, общественности, интеллигенции, в свое время сделали огромный вклад в построение нашего репрессивного законодательства. Поэтому те же люди, которые сегодня заявляют, что националисты шли рукообораку с властью, они шли с этой властью еще больше. Здесь важно заметить, что в 2010 году, когда были беспорядки на Манежной площади, знаменитые либеральный политик Гозман после этих событий приехал вручать грамоты ОМОНу. Вот мы с тобой за кадром поговорили, что ты был об этом не в курсе. Вот какие чувства ты сейчас испытываешь по поводу этой новости? Ну, никакие. Гозман ошибся. Какие мне чувства по нему сейчас испытывать? Смотри, либералы были умные и неумные. Неумные считали, что в отношении их репрессивное законодательство, которое тогда создавалось, не коснется. Откуда такая уверенность была? А умные уже тогда, что коснется. Откуда была такая уверенность? У них было убеждение, что все это законодательство делается под плохого Демушкина, под Ижи с ним, что их будут сажать, все будет замечательно. А потом те же люди, которые запрещали последнее крайнее движение русские, та же следственная группа, тот же судья, потом запрещал штабы Навального запрещенные и ФБК. Один и тот же судья, одни и те же оперативное сопровождение одних и тех же людей в обоих делах. То есть на нас в 15-м году откатали тот механизм, которым потом проехали всех либералов. И тот же Лев Пономарев, который писал на меня заявление в Нагатинскую межрайонную корпоратуру... Он вроде потом извинялся, что принимал участие в разработке 282-й статьи. Ну, я не знаю по статье, что он извинялся передо мной, вот он, что он писал эти доносы, он не извинялся. Он более того... А он подписывался под доносами в отношении тебя? Да, заявление. И более того, он обжаловал потом отказы в возбуждении уголовного дела по поводу меня, Нагатинской межрайонной пропорции. Вы лично с ним встречались? Спустя много лет на общем круглой столе в кресе оппозиции, и то в одном зале, лично не общались. То есть он тебе в глаза не смотрел? Ну, я с ним не беседовал, да, тогда на эту тему. Ну, собственно, мне-то сейчас его глаза зачем? Он потом попал под действие все того же законодательства, законодательства. Хорошо, у меня, смотри, самый главный вопрос. У меня главный вопрос. У него же тоже за права человека, его же организацию также признали. Да, 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 но только до этого его организация успешно десятки лет на президентском гранте работала. Вот, и это ничего не мешало. На борьбу с тем же Демушкиным, которые выделялись за рубежом точно деньги. Ну, не с Демушкиным конкретно, а на борьбу с... Сейчас они с другим фашизмом борются, называя другого человека фашистов. Ну, конечно, сейчас у них другой фашизм. Слушай, ты заметил, что слово фашизм к нам уже не имеет отношения? У Путина на Украине фашисты, у либералов Путин фашист, они уже там между собой это делят. Ну, хотя бы от нас отстали, слава богу. Ну, видишь, уже плюс. Да. Смотри, 2011 год. Москва вся стоит на площадях. Ну, насколько это возможно, политически активная Москва. Тогда националисты приводили, ну, своими колоннами, ну, дай бог, две-три тысячи человек. Ну, это на все вот эти митинги... На первую Болотную пять с половиной тысяч пришло. Именно от нас? Да, русские вывели мы. Мы колонны, есть видео, как мы выходим и идем. Вот, Болотная сначала энтузиазм был, хотя, как ты помнишь, многие из нас были против тогда. Ну, я помню вот эти вот плачи Ярославны, а вдруг нас либералы переиграют, переплюнут, на сцену не пустят. И действительно, многократно на сцену не пускались спикеры от националистического движения. Володя, по-моему, Ермолаев выступал один раз. Колов выступал, Белов потом выступал. Это была долгая история. Мы с Немцовым тогда решали вопрос, кто будет выступать. А после Навальный Алексей звонил мне и просил, чтобы мы пошли на Австоичу. Одно лишь условие, чтобы не было меня на сцене. Я сходу на эту сцену пошел. Давай немножко про Алексея поговорим. Алексей очень яркий персонаж в российской политике и, к сожалению, сейчас находится в местах столь отдаленных. Желаю ему скорейшей свободы и здоровья. Но меня вот что интересует. Заходил он, в том числе, в политику сначала как активист яблоко. Потом он провел, провел, провел. Было движение народ, так называемое. В 2005 году. Да, дипломированный националист был. Здравствуйте. Я очень часто работаю с людьми и замечаю, что наше общество разъедает кариес. Потом был период блогерства. Вот эта вся история с его социальными проектами, кои потом активно использовались в мэрии Москвы. То есть сегодняшний активный гражданин и прочее. Это же, в принципе, очень многое взято из РОСЖКХ, РОСЯМ Навального. Прям очень похоже. Но речь не об этом. Был период биографии Навального-либерала. Был период правеющего Навального, когда он с трибуны кричал «Хватит кормить Кавказ» и так далее. Твое личное восприятие Навального. Вот кто он вообще по жизни? Слушай, ну давай так. Навального я знаю с 2005 года. Навальный всегда был и есть. Являлся либералом как таковым. Либералом являлся умным, который понимал, что на тот момент вся уличная активность и организованные силы – это русские националисты. На тот момент не было никаких сил, которые бы проводили какие-то значимые массовые акции. Если мы берем движение «Яблоко», это 100-200 человек. В лучшем случае. Если мы берем левые движения, это антикап 500 человек максимум, что удавалось собрать. И, конечно, русские марши, 1 мая, Дни памяти жертв этнической преступности, День героев и так далее, те акции, которые провели националисты, они были, ну, завидно как бы наполнялись людьми. И в этом плане Навальный был один из тех, кто изначально считал, что надо работать именно с теми силами, которые существуют. И в этом мы с ним полностью взаимопонимание находили. Никогда националистом Навального я не считал. То есть я и он сам не пытался мне показывать, что он националист. Он все-таки являлся приверженцем больше таких... Слушай, но он неоднократно заявлял о своей националистической ориентированности в политике и до последнего, в принципе, сохранял даже требования введения визового режима со странами Средней Азии и Закавказья. Тебе не кажется, что таким образом... Тебе не кажется, что таким образом, что постепенно он отказывался от националистической территорики, он фактически предавал движение. Нет, слушай, я вот сейчас был на эфире с членом общественного совета МВД, который требует визового режима со странами Средней Азии. Он же не является националистом. Это требование сейчас многие либералы могут озвучить. Нет, Навальный себя позиционировал дипломированным националистом. Он говорил, что он не хочет, чтобы из России удалили русский корень. Давай так, вот в глазах либералов он был достаточно националист. В глазах националистов все-таки он националистом не являлся. В твоих глазах он никогда не являлся националистом? Не потому что мы не хотим увидеть националистов, потому что сам Алексей не являлся националистом, и он с этой позиции со мной никогда дел не имел. Он не приходил ко мне и не говорил, Дима, я русский националист, давай с тобой думать, как вот нам русское национальное движение сделать могучим и великим. Нет, Навальный всегда приходил как гость со своей повесткой. Да, он поддерживал там введение визового режима, еще какие-то вещи. Ну и нацболы к нам приходили, строили колонну на одном из русских маршей, тоже шли в этой повестке. Я помню, они шли с баннером «Отобрать и поделить». Я помню, мне постоянно... Прям мечта сбылась, мечта идиотов. Сейчас тоже отбирают. У меня были огромные проблемы, как бы их поставить таким образом, чтобы не было конфликтов во время марша. Потому что я расставлял колонны, и у меня были это постоянно вот эти тяжелые проблемы. Язычников, православных, фанатов, черный блок, радикалов, там, традиционных националист, нацдемов, национал-республиканцев, национал-социалистов. Как их там поставить таким образом, чтобы не начались потасовки и беспорядки? Про потасовки, беспорядки, это все понятно. Националисты парни горячие. Давай лучше про деньги поговорим. Давай. Слушай, я с 2009 года в этом движении, и как мы с тобой неоднократно говорили, всегда остро стоял вопрос финансирования. Никогда не было такого, чтобы у нас там люди системно получали на протяжении долгого времени оклады, там выстроена система штабов. Штабов в прямом смысле, когда они есть в географической точке в виде офиса, какой-то логистики. На регионах. В Москве были офисы, но да, согласен с тобой, орг работы, вот такой... Слушай, ну мы реально попираемся, фактически, да? То есть вот я помню, чтобы мне там какую-то небольшую региональную предвыборную кампанию, я ее проводил за 100 тысяч рублей. И в то время, когда мои конкуренты со стороны там Единой России, ну я уж молчу, там суммы миллионные. У меня самый главный вопрос. Где, сука, русский Трамп? Слушай, я не знаю, где был русский Трамп, но вот... И вообще был ли он когда-нибудь? В дополнение к тебе скажу, что деньги на русский марш, который мы проводили, глобально давали два человека. Я и Белов. Вот, чтобы ты понимал, бюджет русского марша... Давай здесь остановимся. Какой был самый дорогой русский марш? Сколько это было денег? 13-й, 12-й, может быть, 11-й в центре Москвы, который был. 12-й в центре Москвы, 13-й уже налюблено. 13-й был самый большой по географии, 100 городов мы охватили, а самый массовый, наверное, был 12-й. Ну он там... Самая большая сумма, которую мы тратили... Ну, чтобы ты понимал, 40 организаций входило в оргкомитет русского марша. 750 тысяч рублей это обходило, 700 мы дали вдвоем с Беловым по 350 скинули. Все остальные 50 тысяч вложили. А не считая того, что кто-то делал свои еще баннеры... Подожди, 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 ну там вроде, насколько я помню, в 12-м году... В 12-м по 10 тысяч скидывались, да, в оргкомитет. Подожди, но насколько я помню, стоял вопрос очень сильно, пускать ли, по-моему, Квачкова или не Квачкова, и вроде договорились, что все-таки они должны внести в оргзнос в оргкомитет, потому что вот эти товарищи, там, Квачков, они все время вносили какой-то раскол, раздрай, но постоянно пытались с кем-то нас с КПРФ там скрестить. Не было такого? Не было. Это ты с Савельевым путаешь, наверное. Нет, и по Квачкову тоже. Они же потом объединялись в коалиции. Смотрите, на русский марш приходили все, кто хотел. То есть приходили в оргкомитет, просили слово, разделяя на стандартную повестку, и всех, кого мы пускали, в том числе все, Налимов, вот эта вся была братья, которая в оргкомитет должна была скидывать деньги, но никто из них денег не скинул. Никто из них денег не скинул, хотя кричали, обещали и так далее. Слушай, мы брутальные русские мужики, надо было выжить из них. Слушай, мне на тот момент, я настолько ввяз в организационную вот этой всей работе по согласованию, что мне было проще пойти и выжить много денег с кого-то, нежели бегать за каждым нашим оппозиционером и стрясать с него эти 10 тысяч рублей. Хорошо, ладно. На РМ мы с тобой определились. Чек 700-750 тысяч. Вот смотри, ты все-таки достаточно очень долго занимал, что называется, пост такого центрового лидера всего национализма. То есть, когда говорили, кто самый главный националист в России, ну, а в основном в поисковике выбивался ты. Из 10 упоминаний национализма, 8 было с моим участием. В общем, первый парень на деревне. И этому парню сколько максимальный донат на политическую деятельность был? Донат? Донат. Ну, вот сколько тебе максимально задонатили на твою политическую деятельность? Ну, пожертвования назовем это так. Вот были ли такие эпизоды, когда к тебе приходил предприниматель, да, и говорил, слушай, Дмитрий Николаевич, я тебя полностью поддерживаю, я тоже русский националист, и говорю о том, что тебе нужно оказать финансовую помощь. И там открывал перед тобой кейсы, а там, допустим, там... Я отказывался от таких предложений всегда. Но были такие предложения? Были. Сколько такое предложение максимально достигало? Были предложения от людей, которые предлагали финансирование движения на непонятных схемах и мутных условиях. А что за мутные условия? Допустим, какой-нибудь можешь такой яркий случай? Не обязательно имена говорить. Были люди, которые само по себе, их предложение уже для меня было мутным. Сурков приходил? Нет, Березовский приходил. Березовский? Представитель, да. Это в каком году? В 2000-м каком-то. Приходили, подарили мне часы в коробке. Три пачки часов они привезли, дорогих. И нас трое было на встрече. Подарили часы и предложили финансирование. Сколько? Не обсуждались даже суммы. Ну, то есть я понимал, что это значительные деньги. Денег будет дохуя, да? И мы отказались, даже не перейдя к вопросу по существу. Потому что первые же пять вопросов, которые я занял по существу, как вы это видите, я понял, что это все очень мутная будет схема и закончится для нас уже тогда печально. В славянском... Я с 95-го года в движении, первое движение я создал крупное, это 98-99 год уже начало, Славянский союз ныне запрещенный. Кстати, трех, я являюсь лидерами трех движений, которые официально запрещены, но запрещены в гражданских процессах. Экстремизм, уголовно наказуемое деяние, чтобы зрители понимали, нас запрещали, в нашей деятельности никакого уголовного состава не нашли. Наши деятельности запрещали по неким признакам якобы экстремизма, и причем не те признаки, на которые бы мы сегодня бы указали, а не находили. Они вот на Славянский союз, который существовал 12 лет почти, запретили за то, что якобы мы оказывали сопротивление властям и спецназу при сносе поселка Речник. Строили там инженерное укрепление, хотя ни одного члена Славянского союза, ни к административной, ни к уголовной ответственности там привлечено не было. Я помню, это конфликт давно минувших дней. Речник это просто как будто какая-то строчка в истории, когда националисты могли себе позволить охранять коттеджные поселки, там, не знаю, определенные точки бизнеса. Ты себе представляешь год вести бои со спецназом, да, МВД, и при этом ни одного задержанного не иметь и осужденного. Поэтому это же был конфликт с Лужковым, и он повлек запрет Славянского союза на тот момент. Я уверен, что без этого он бы еще просуществовал. Мне кажется, просто спецназовцы особо сами рапорты не писали, и поэтому они не совсем были заинтересованы. Нет, там никаких спецназовцев. Там были уголовники, свезенные со всей Россией, которые действительно штурмовали этот поселок, но ни одного представителя власти с бумагами, с ксивами туда не входило. Потому что если бы вошел спецназ МВД, никто бы с ними драться бы точно не стал бы там. Они туда не входили. В том-то и дело, что это был конфликт субъектов, куда свозили абсолютно уголовников и какие-то чопы. Слушай, мы вот с тобой упомянули ситуацию с Речником. Я думаю, что зрители, если захотят, загуглят, что это за конфликт был. Я помню, даже на «Пусть говорят» это обсуждалось. Там, по-моему, Митвель приезжал, рассказывал про страшных фашистов, которые стояли в охранении Речника. Но это ладно. Ты также упомянул Лужкова, и с Лужковым всегда были жесткие отношения. Максимально жесткие. То есть националисты всегда были согнаны на... Со времен Баркашова, да. Да, всегда наши мероприятия запрещались, отгонялись на окраину. Вот. При Собянине, когда Собянин пришел... Вот сейчас вот скоро выборы мэра Москвы. Стоит об этом немножко прям поговорить. При Собянине что-то поменялось. Я понимаю, что сейчас вообще ничего нет. Но вот хотя бы хоть какие-то процессы поменялись. То есть были ли приглашения, допустим, от мэрии поговорить о уличной активности националистов? Может быть, история с дружинами какая-то, общественными, возникала? Смотрите. Вот при Лужкове Лужков занимался созданием масштабных этнических монополий в Москве. Государственные предприятия, которые отдавались на откуп национальным диаспорам и меньшинствам. Плодовощные базы, рынки, строительство дорог, коммунальное хозяйство, они все принадлежали его друзьям, которым он раздавал. Он фактически провоцировал создание гетто. Да, но Лужков правил в те времена, когда общий тренд политический еще не был жестко завинчен. Поэтому он воевал лично с нами, но теми методами, которые у него были. Сегодняшнему Собянину дружить или воевать с нами, у него такого выбора нету, потому что сегодня любая политическая активность вне закона. И Собянин уже в этих правилах живет. Это же не вопрос личного отношения Собянина, это вопрос общих правил, скажем так. Меня моментами, когда возникает антимиграционная кампания, пытаются везде там вытащить, пригласить, прокомментировать. На этой неделе я в пяти фильмах аж снимаюсь, то есть по повеске антимигрантских. Сейчас вот приехал с эфира и потом поеду на эфир. То есть эти темы сейчас они входят. Плюс я там проявляю активность в мини-законотворчестве. Я участвую в написании программы, ну неофициально участвую, пишу свои замечания в экспертную группу по программе межнационального развития, которая сейчас пишется. Плюс я пишу докладные записки различные по теме миграции, потому что кто, если не мы, знает этот вопрос. Ну видишь, в пределе, несмотря на то, что вот ты говоришь на улицах, да, все тихо, но ты максимально задействован в том, что напрямую касается национализма. Да, в такой обрезанной форме. Я не думаю, что это в целом дает что-то глобально на национализму. Вот давай подумаем о том, почему в целом все равно национализм в России как политическое движение хотя бы на низовом уровне, на клубном уровне до сих пор не сформировался. Что ты думаешь-то, если оно раздавлено, как можно сформировать движение? Вот за последние годы ты второй человек, который в эфире сидит со мной и представился русским националистом. Вот ты возьми любые программы и посмотри, кто им представляется. Вот есть люди, которые открыто выступают на русских националистов, кроме Демушкина. Сегодня приходят... Юниман. Да, Юниман. Еще кто? Ну в целом, да, пожалуй, список закончен. И то Юниман, чтобы он себя представлял русским националистом, это когда было-то вообще? В какие годы? Я что-то ни одного его эфира нигде не вижу. Ну да, у них даже в движениях записано, что он правоцентрист. Ну, правоцентрист, национал-демократ, это там что угодно. Ну где он говорил, что я русский националист? Нигде. Ты понимаешь, даже мои коллеги бывшие по цеху... Подожди, а что, чего значит не хватает? Нашей самой храбрости? Не хватает лидеров, потому что где им взяться? Не хватает движения, организованных форм. Слушай, ну у нас замечательный народ. У нас замечательный народ. Он пассионарный до сих пор. В чем пассионарность народа? Несмотря ни на что, люди все равно, допустим, мы там не берем факторы СВО, чтобы не касаться тебя. В чем пассионарность, где она? Слушай, огромное количество благотворительных организаций, огромное количество людей в целом на уровне регионов, которые просто до неузнаваемости меняют свой облик. Люди даже научились постепенно... Что они меняют? Смотри, последний митинг по Навальному 20 человек вышло. Ну где? Что там поменяли? Где пассионарность? Пассионарность в благотворительности, в том, в чем безопасно, в том, чем можно заниматься. Но ты считаешь, что у нас не пассионарный народ? Я считаю, что политической активности сегодня у народа нет. Где митинги, где протесты, где какая-то повестка? А тебе не кажется, что митинги как таковые и протесты в той форме не происходят, потому что в свое время вот эта вот болотная тусовочка, либеральная, да, просто отбила у людей желание выходить на эти митинги. Потому что, смотри, я тебе объясню, что я имею в виду. Вот ты говоришь, пришло 5000 человек от русских националистов. Мы приходим на следующий митинг, на второй митинг. Потом случается пуссерайт, да, и протест начинает сводиться к поддержке узкомаргинальных групп. Ну, я увел людей с Арбата на последний митинг. То есть мы приходим, мы начинаем обсуждать политику каких-то преследований какого-нибудь там гея в Чечне. Смотри, смотри. Нет, здесь важно заметить, здесь важно заметить. Я действительно... Очень просто. Да, давай. Вот смотри, вот русские националисты, у нас они были немножечко такого сектантского плана. Они же все что хотели? Они хотели, чтобы они эксклюзивно общались со своим народом. Вот когда мы говорили, ребят, на Болотную площадь надо пойти и выступить. А нам же отвечали, что нет, как мы можем выступать? Там же будет Быков, там же будет Собчак, там же будут проклятые либералы, там же будет этот, там же будет тот. Я им всегда отвечал, ребята, кто вам обещал эксклюзивного общения со своим народом? Вы кричали много лет, русский народ, услышь нас, выйди, мы там заявляем то, мы заявляем это, почему ты не выходишь? Вот 100 тысяч русских мужиков вышло на улицу, и вы говорите, нет, я не буду к ним обращаться, потому что мне кто-то мешает. Либералы толкали свою повестку. В чем была проблема Навального на русском марше? Его клеймили. Ему говорили, зачем туда ходишь? Ты там же одни отморозки. Что отвечал Навальный? Нет, давайте пойдем все вместе и сделаем это мероприятие лучше. Я тоже самое отвечал, давайте пойдем на Болотную и сделаем его правильным и лучше. Мы могли там бороться. Тебя не услышали, я правильно понимаю? Ну, понимаешь, не все хотели бороться за это мероприятие, считали его чужим. Ты вот правильно заметил вот эту тему, а что толку? Ну вот вышли мы на митинг раз, вышли мы на митинг два, повестка не менялась. Понятно, что само по себе неорганизованное хождение под остров Болотной площади, где нас моментально блокировали, стояли и там вот кричали, Путин уходи, Путин уходи, он не ушел. Чуров, уходи, Чуров. Он даже Чуров не ушел. Ну, он уже... Не, он ушел. Понятно, что повестка... Царство небесное только... Ну, тогда не ушел. Ладно, я думаю, что нет, Чуров-то ушел куда-то вниз. То есть повестка не работала. И понятно, что люди уставали. Но, тем не менее, смотри, у нас два механизма, законных механизмов влияния на власть. Первый, это выборы, их сегодня не существует де-факто. И второй, это осуществлять свою власть непосредственно, как вопрестанной конституции, путем митингов, шествия пикетов. Они сегодня все под запретом. Я понимаю. И получается, что если ты говоришь, у нас народ пассионарный, тогда у нас должна быть Франция. Должны выходить люди, сжечь машины и ломать все вокруг. Нет, смотри. А если они не делают этого? Нет, я считаю, что сейчас народ переживает достаточно такую активную, точнее, наоборот, безинициативную свою историю вследствие того, что он попытался несколько раз, это была Манежка, это была Болотная, ну и это были протесты в поддержку Навального, когда его сажали. Слушай, уже новое поколение родилось после вот этого всего, что ты... Я прекрасно это понимаю. Где их протесты? Вот смотри, казалось бы, тот же самый Хабаровск, вспомни, окраина, 90 тысяч человек... И что, Фургала выпустили? Не выпустили, потому что вся Россия должна была встать на защиту местного самоуправления. Вот, должна была, мы возвращаемся к пассионарности. Вот я говорю, при тоталитарных диктатурах никакой пассионарности нет. Здесь два направления. Первое направление, откуда им взяться пассионарным, где русский народ воспитывал все гражданское общество, где крепостное право отменили, ушли в тоталитарную диктатуру советскую, из нее вышли в 90-х, там попрыгали 10 лет и опять в ней оказались. Откуда взяться гражданское общество? Хорошо, смотри, давай немножечко вернемся к персоналям, да? Вот ты говоришь про лидеров. Вот есть Навальный, есть Путин, и оба этих человека в свое время заявляли о своей некой националистической ориентированности. Как ты относишься к заявлению Владимира Владимировича? Спокойно. О том, что он тоже себя причислял к националистам? Спокойно. Их Дмитрий Анатольевич туда же, кстати, определял. Да, правильные русские националисты. Власть, она безидейная. Сегодняшняя, это для них и плюс, и минус. Они не являются носителями никакой идеологии. Они, когда надо, апеллируют к левым ценностям, вспоминают Сталинград, поднимают советскую повестку, Вторую мировую войну. С другой стороны, они называют себя, когда нужно, русскими националистами правильными. Потом на Санкт-Петербургском форуме объявляют себя либералами. И завозят из Африки новых россиян. Так что там нет у них никакой идеологической повестки. Они в одном предложении вспоминают Гумилева и белогвардейцев, а в другое тут же... Это Мединский вспоминает Гумилева. Путин уже скучно. На последнем форуме висел в том числе имперский флаг. Пожалуйста, пройдите. На каком форуме? Вот, проходил форум, в том числе они вывесили российский флаг, советский, имперский. За имперку еще недавно гоняли нас. Очень напоминает узбекскую точку, где торгуют вот этой символикой. Тем не менее, 2 миллиарда рублей на эти флаги специально. Помнишь, что на чертизоне, по-моему, сцена в каком-то этом фильме была? Ой, какой скинхед-националист будет, когда он, типа, Лансдейл что-то покупает. Вот это, мне кажется, и про это. Когда люди вешают какую-то символику, но не понимают, что она значит. Они отлично понимают, что она значит. Они этот флаг вешали не просто так, и 2 миллиарда в это выкинули не просто так. 2 миллиарда, хочу сказать, это не вот этот флаг, да, это флаг флагом-флагом. Это явно не Бединский решал. Это у них некий такой проект примирения общества, когда вот они собрали якобы три постаси, советскую, российскую и старую, белогвардейскую, и их примирили. У них нет... Примирили во имя чего? Во имя построения сомнительного проекта русского мира? Проекта Российской Федерации, да. Который иногда... Русский мир, проекта Российской Федерации, называется вне предела границы России. Подожди, секундочку. Ну, русский мир, это все-таки позднее более явление, да. И я думаю, что господин Сурков к нему имеет уже меньшее участие, потому что, ну, мягко говоря, слишком на коленках склеено. Сурков более талантливый человек, и у него как-то это было все органично. Тебе виднее, я не знаю. Слушай, ну я помню движение «Наше». Это хотя бы... Ну, а что там талантливого? Слушай, ну, хотя бы были проекты, которые можно было бы оценить по достоинству. Ну, мазать морду Гуталином, списывать миллиарды на Селигер, это обезьяна может делать. Сурков, у него другие заслуги. Это выстраивание той самой суверенной демократии. А как тебе пиар-код про то, когда склеивали Николая Второго и Медведева? Помнишь этот тренд в интернете? Я помню тренд, где они топтали мое изображение. 50 тысяч человек собрали с плакатами. Слушай, ну это же эффектно с точки зрения политтехнологий. Это вот проявление какой-то политики. Ты помнишь, либералы тоже подобные маршу устроили? Не было закрученных гаек. И когда этих гаек не было закручено, они придумывали, как бороться. Они придумывали вертолет, который говно распылял над русским маршем 30-килограммовый, который потом запретили по итогу. Но они занимались тогда вот этой вот ерундой политтехнологий. Слушай, они пытались испортить имидж национализма. Испортить, но делали это хотя бы в рамках такой жесткой политической дискуссии. Сейчас мы не видим вообще никакой дискуссии. Поэтому я и похвалил в этом отношении. Ты не их похвали, а время поменялось. Сегодня они бы тоже никакой дискуссией с тобой не занимались бы. И талантливый Сурков в том числе. Владислав Юрьевич сегодня бы занимался абсолютно другими делами. Тогда было время, когда еще не были закручены гайки. И было политтехнологии как соревнование. И они с ними соревновались. Пришел Володин. И эта вся ситуация поменялась. Володин не придумывал бы никаких вертолетов, которые бы говно распыляли. Они распыляли уголовные дела, когда им нужно было. Просто всех посадить, задавить, прийти домой спецназами и забить. Видишь, что смена персонали очень повлияла. Вот как ты считаешь... Эпоха менялась. Путин был главный игрок, бенефицар. И он менял эпоху. Он закручивал гайки сначала с телевидением, судами, спецслужбами. Смотри, весь мир спорит. Весь мир спорит. Вот ты сейчас упомянул. Менялась эпоха. Весь мир только и занимается, что спорит о том, почему, собственно, Владимир Владимирович у нас так резко изменился. Из европейского политика, который говорит о ценностях, о пути на Запад, он внезапно превращается в человека, который говорит о словах импортозамещения, протекционизм, построении суверенной демократии и так далее. Как ты думаешь, вот это мнение о том, что его не пустили в европейскую тусовку, он возмутился и пошел, что называется, в Азию? Нет никакого. Внезапно, первое. И нет никакого не пустили в европейскую тусовку. Есть последовательная политика Путина. Давай мы вспомним, в каком году начали поглощать государство, канал ТВЦ, ТВ-6, а потом НТВ. Это было в начале правления президента Путина. Что сделал Путин? Первое. Он забрал все средства массовой информации. Сначала федеральные телеканалы, потом газеты, потом радиостанции, потом крупные интернет-площадки. Что сделал Путин дальше? Он подчинил себе все спецслужбы, которые начали заниматься оппозицией. Вместе с того, чтобы заниматься своей прямой обязанностью, он забрал весь бизнес, поглотив его практически полностью. И цепочка поглощений абсолютно рационально двигалась к тому, что Путин стал авторитарным политиком-диктатором, который не вписывался в рамки Европы. И вот с этого момента, когда Путин уже появился, геополитические амбиции он уже начал делать, у него и получилось отторжение с Запада. Хорошо. Слушай, про эти темы мы можем говорить часами. У меня к тебе последний маленький вопрос. И также я хотел бы услышать мнение после этого вопроса о том, что вообще можно сделать хорошего, чтобы русский национализм выбрался из того болота, в коем он оказался. Вопрос звучит так. Кто является, по твоему мнению, в современной России самым главным националистом? Ты знаешь, этот вопрос не очень главный. В отсутствии организационных форм русского националиста мнение, кто является главным... То есть иконы русского национализма нет сейчас? Есть, может быть, авторитеты русского национализма, моральные лидеры. Назови трех. Да не назову сейчас, наверное. Вот я знаю, с кем я общаюсь. Это вот там, не знаю, Иван Миронов, еще там кто-то. Но говорить, кто сегодня в отсутствии организационных форм лидер русских националистов, я представляю. Сейчас там площадки, многие представляют меня лидером русских националистов. Но лидером чего? Но у тебя нет организационной формы. Да, потому что все-таки ты должен представлять какой-то... Ты лидер общественного мнения. Да, правильно. Поэтому здесь все-таки кто хочет, тот пусть и представляется. Сейчас же нету никакой проблемы. Хорошо. Поле выжимое. При первом же политической возможности, да, когда, грубо говоря, ты почувствуешь некую оттепель. Ты... Полгода у меня будет самая большая организация и партия. Полгода. Откуда такая уверенность? Ну, а регионы-то все есть костяк наработанный. Славянского союза, ДПНИ. Слушай, ну они умирали уже очень многие. Нет, брось ты. Все нормально. Со всех регионов сейчас пишут, спрашивают, можно там в серный человек вступать, можно там в русскую общину. Как, кстати, относитесь к Маваше и всем его инициативам? К всем отношусь, дай бог, к здоровья. Подожди, к Маваше ты хорошо относишься. Я, понимаешь, я отношусь по-разному. Я, может, негативно отношусь к многим моментам, даже знаю про это очень много. Но то, что они делают, по большей части, они, если не считать, там, вывести заработки из ФО, они льют мельницу в нужном направлении, в воду, точнее, качают. Пусть качают. Если я сейчас буду сидеть и посвящать передачу и рассказывать всю подноготную, ну зачем? Нет, мне это не нужно. Кому это нужно? Мне важно. Ладно, давай топ-3 твоих совета для молодых русских националистов в действующее время. Не отчаиваться, то есть, второе, образовываться. Какую книгу первую нужно прочитать? Русскую классику пусть читают, ничего больше не надо. Что первое? Вот назови прям. Русскую классику, Достоевского и все, что есть с ними. Слушай, Достоевского, они, ты говоришь, не отчаиваться и говоришь про Достоевского. Да, тяжело, но я говорю, русская классика необходима как база русская классика. Потому что все остальное потом наслаивать надо на это. Читайте Толстого «Войну и мир», читайте много, вот все, что в русской классике есть, Гоголя читайте, очень сильно вам поможет в жизни. Я считаю, что русская классика – это база и фундамент. У меня, во всяком случае, дома всегда было много книг, у меня семья преподавателей, у меня все, у меня тетушка всю жизнь преподавала в институте, у меня бабушка всю жизнь от школы, у меня мама заучи, учителя русского литературы. То есть я считаю, что без русской классики вы никуда дальше не уйдете. И вообще, те молодые люди, вот преобразование своих. Давай, самая главная книга твоей жизни из русской классики. Нет у меня главных книг в моей жизни. А как же Библия? Где твой республиканизм? Библия, вне сомнения, главная книга для человека. Но ты же имеешь в виду с точки зрения образовательных форм. Все страсти, все грехи, которые описаны в Библии, они сегодня существуют. И ни одной заповеди мы не можем сказать, что мы ее преодолели. Все страсти человеческие есть до сих пор. Это, в принципе, главная книга. Да, согласен с тобой. Библию читать обязательно нужно. И главным образом ее нужно изучать. И давай третье, замыкающее. Твой совет для молодых. Ну, я говорю, образовываться, не отчаиваться. Все будет хорошо. Я абсолютно в этом плане оптимист. Есть времена сломок. Прямо как Малак. Берегите себя и своих близких. Ну, а что ты хочешь еще пожелать людям? Вот разбиться об стену я им не желаю сегодня. Поверь мне, не... Стоит ли уезжать молодежи из России? Ты говоришь, кризис русского национализма. Нет никакого кризиса русского национализма. Русский национализм жив пока русское национальное движение. Пока жив русский народ как таковое. Сегодня не кризис русского национализма. Сегодня кризис любой оппозиции. Где у нас левая оппозиция? Где либеральная? Да там же, где и националисты. Левые хотя бы в парламенте сидят. Системные левые и Зюгановы это не оппозиция. Нет, хорошо. Слушай, ну они очень... Тогда и Путин националист у власти. Давай так-то. Если левые это Зюганов, тогда Путин это националист. Ну, тогда все нормально и у националистов тоже. Я понимаю. Ты говоришь, кризис, а целый президент националист. Не дай бог такого националиста. Ладно. Дим, спасибо тебе огромное за... Только начали, казалось бы. Да, спасибо тебе огромное за целый разговор. Вторую часть надо снимать. Обязательно снимем вторую часть. Я считаю, что нам о многом нужно говорить. Дорогие друзья, моим гостем сегодня был Дмитрий Николаевич Демушкин. Русский националист с большим стажем. Дим, я тебе желаю... 30 лет скоро, кстати. Да, будем отмечать. 30 лет в русском национальном движении. С 95-го... Два года остается. Слушай, надо отметить русским маршем в центре Москвы. Миллион человек. Да. Обязательно. Через два года. Можно вставочку? Я в свое время заявил, что буду вместе с Навальным баллотироваться в президенты Российской Федерации. В этот момент, когда состоялись выборы президента, я сидел в колонии города Покрова, Владимирской области, там же, где сидел Навальный. После меня, на моей же, кстати, шконке он сидел, как оппозиционер оппозиционеру передал в колонии. То есть ты первый пошел в этот же лагерь, в этот же отряд и на этой же шконке. Все люди, которые потом освобождались, после мои знакомые говорили, что его положили туда, где спал ты. Так вот, и ко мне пришла администрация в день выборов и сказала, ну, помнишь, ты баллотировался, видишь, где ты, просили передать тебе, чтобы ты это запомнил. Надеюсь, что вот эти два года, которые ты сказал, через два года, мы не встретим с тобой вместе в каком-нибудь отряде, и к нам не придут и не скажут, где вы там русский марш хотели проводить. Вот это самое главное пожелание, которое должно быть адресовано каждому националисту в России. Дорогие мои русские люди, я считаю, что действительно нам не стоит унывать, потому что мы с вами живы. Многие из вас, я надеюсь, что здоровые. Те, кто сейчас находится на фронте, надеюсь, с него обязательно вернутся. И вместе мы будем строить нашу прекрасную Россию будущую, которая обязательно будет национальной. Свободу политическим заключенным. Это был канал Тим Вайс, меня зовут Александр Самохин. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, обязательно пишите комментарии. Всем спасибо.